Нух, алейхиссалату ассалам. Пророк Нух, алейхиссалам. Нух, алейхиссалам, считается вторым отцом всего человечества. Почему? Потому что после того, как Всевышний Аллах затопил всех людей, которые находились на земном шаре, Всевышний Аллах спас только тех людей, которые находились вместе с Нухом, алейхиссалам, в его ковчеге. И получилось так, что потомство произошло только лишь от Нух, алейхиссалам, не от других людей. И поэтому он считается Нух, алейхиссалам, вторым отцом всего человечества. Также Нух, алейхиссалам, считается одним из тех пяти пророков, которые являются обладателями решимости. И даже есть отдельная целая сура, названная его именем. И если брать по порядку, то самый последний момент, где упоминается Нух, алейхиссалам, вот в конце этой суры. То есть, как заканчивается сура, после этого про Нуха ничего не говорится. И есть для нас урок в его истории. Это то, что он 950 лет призывал ко Всевышшему Аллаху, не прекращал, он предпринимал все усилия, все методы использовал для призыва. Но вместе с тем, Аллах предопределил такое, что уверовали в Него только лишь некоторое количество людей. Но вместе с этим он не сделал никаких упущений, он призывал и проявлял усердие. Но вместе с тем, смотрите, вот столько лет он призывал, предлагал все усилия, но и в конце тоже он попросил у Всевышнего Аллаха прощения. То есть, почему он просит прощения? Потому что он думает, вот возможно я, несмотря на все эти призывы, возможно где-то он сделал какие-то упущения. Вот какие-то вот упущения, недостатки, да? То есть, видите, Субханалово, да? И самое первое многобожие, которое произошло на земле, это вот произошло в народе Нуха, алейхиссара. Потому что это по той причине, что у них было чрезмерство по отношению к праведникам и затем они начали поклоняться. И знамением его посланничества, его пророчество, это было его ковчег, это его корабль, на котором Всевышний Аллах спас Нуха, алейхиссарам, и тех верующих, которые находились вместе с ним. И также всех животных, которых он тоже поместил в этот ковчег, да? Это было знамением его пророчества. Наше время бывает, что иногда в интернете видишь, что некоторые люди записывают, делают какие-то записи и говорят, что корабль Нуха начинает делать описание кораблю Нуха. Длина у него была такая-то, ширина такая-то, столько-то этажей. Он начал поселять туда вот таким-то образом и так далее. Вот рассказывают настолько подробно, что даже думают, что он тоже находился вместе с ними. То есть тоже будет. Аллах, Субхану и Тааля, джиалها айя, хия, 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 ла таграм, і хия, мина хчабу, ма сяамир, ка мина хкавален Аллах, Субхану и Таалю. Лакин ла нахуд, ла на такалам фиа-шия, ма хкарат лана в Китабу Суннду. Что касается, на самом деле, про этот ковчег, Аллах нам сообщил об этом. В Хуране сообщено, что этот ковчег состоял из деревьев, деревяшек и из гвозей. Это то, что нам Аллах сообщил об этом. Это то, что мы знаем точно, о чем мы можем об этом говорить. А что касается заходить в подробности и так далее, о чем у нас нет знаний, то это не разрешается. И пред смертью, одним из последних заповедей Духа, это было, во-первых, единобожие, чтобы люди поклонялись только одному Всевышнему Аллаху, и также, чтобы люди оставили высокомерие. Почему? Потому что причина неверия в его народе именно была по причине высокомерия, то, что они отвергали знамения, не принимали доказательства.